А тут и это вот бесформенное нечто в мешке должно быть велосипедом китайцы так вот обычно упаковывают сейчас будем разбирать и разбираться ну классическая знаешь схема типа вот оптовый склад там типа супер выгодная покупка покупай не скупись налетай не скупись покупай живопись сейчас мы на эту живопись посмотрим не я не исключаю что может быть здесь какой-то это что-то подростковое судя по габаритам прям вверх ногами открылось что-то там сыпется обваливается ну ты понимаешь да то есть она где-то ехала в транспортных компаниях это жестко тут все истерзало внутри как обычно фу ой боже ребятушки глаза режет запах жуткий она показ пока стояла в мешке но не так сильно воняло как воняет сейчас запах просто очень жуткий это пенка упаковочная он посмотри на тело от резины значит резина очень низкого качества во смотри 500 рублей бумажка звоните все порешают в описании я оставлю ссылку и промокод на скидку на сайт вела страна но вот этот хлам там не продается а почему это хлам мы посмотрим в видеоролике про сборку короче пацану получилась бесплатная реклама или антиреклама но это мы посмотрим как она пойдет о ничего себе целых два замка в комплекте крутяк первый признак того что вы купили хлам это наличие собственно говоря кучи хлама всякого в наборе в качестве якобы бонусов которые как бы на самом деле бестолковые в большинстве случаев но пока знаешь те вещи которые я в руки беру они не вызывают отвращение прям лютого вдруг что-то получилось интересное так тормозной диск но наверно согнут уже в сопли кто-то у нас еще пружинка лежит еще один колпачок еще какой-то пакетик с винтами но все разбежалась ужасно ну в общем судя по состоянию коробки это у нас была проставочка наверное сюда вот вилочку но вилочка по классике посмотри как она загрустила по его это же есть это чего-то вот мне сейчас выравнивать все вот это хардкор ты посмотри насколько я перекособочила давай распакую не сейчас напоминает мемасик с котиком там такой котик такой ну чуть-чуть он буковку и говорит и она очень на него очень сильно похожа эта вилка или на того крокодильчик резинового который говорит сейчас кофе кубах ну и будет норм ну короче пипец просто корявка вот эта штука должна была вот вам кстати для сова для понимания соосности дропаутов в настоящий момент не смешно это мне это 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 смех от боли потому что мне это сейчас каким-то чудом надо будет типа выровнять и совета вот вот на этом люди ездят будут вот таком сейчас покажу то еще на руками потихоньку выравнивается ну короче чуть-чуть пострадаю хамуха это знаешь рисунок пикассо когда чуть-чуть все в плоскостях не совпадает это хардкор ребят просто хардкор а почему так получилось просто китайцы вместо того чтобы поставить нормальную вставку сюда вы сделали деревяшку ну пусть экономили чуть-чуть но нормально будет чё там сяо-ляо я так тысячу раз делал короче в итоге ставочка то выскочила и по этому велику по нему однозначно прыгали ехали они плашмя на боку их прям билете велосипеды кидали потому что ну все что все что было в коробке все истрепалась хотя ну надо отдать должное лист упаковочный который был он спас немножко внешний вид что-то мне подсказывает что если этот внешний вид то не он все поцарапаны если этот внешний вид и спасся то это все чем сможет пока похвастаться этот велосипед китайский макет точнее обычно обзываю подобные вещи макетом о зато фокус написано на выносе вынос кстати отвратительнейшего качества видно что это литье в грунт до в грунт короче ну низкого качества литье она обычно очень рыхленькая есть риск сорвать винты пока я буду затягивать или риск что крышка лопнет такое мы видели в видосе про форвард апач кровожадный они там тоже видимо и самый такой в пик коронавируса когда запчасти было не достать на велике они тушку это хламе оставили и обращаясь к ним по гарантии дам из ответ примерно приходит содержание следующего да мы знаем про проблему но решить не можем у нас нет запчастей идите куда хотите форвард в этом плане вообще красавчики ну и формат туда же так что ну а этот человек написал вы увидели домашку в самом начале вот да и самые были внимательные конечно делали стоп-кадр рассматривали номер телефона и увидели битый пиксель посередине да это в моей камере но мы сейчас не об этом то есть когда вы покупаете у него там написано что типа если вам все понравилось оставьте положительный отзыв я вам денег типа на телефон скину ну чё бизнес молодец парень молодцом типа написано что вайлдберрис но типа вот это уже по внешнему виду прям кричит что я подделка смотрим на ручки что у тебя ручки 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 даже похоже на оригинал немножко сейчас китайцы такую массовую вещь как шимана очень хорошо подделывает вот это явно признак того что это не оригинал шимана сделано по-другому литник остался хотя опять же может быть что-то поменялось и типа у шимана пошли другие немножко партии скажем так можно же сказать что партия другая типа сделали подешевле это версия типа но нового сезона но объективно у шимана заклепки по-другому делаются они не не используют вот такую форму заклепок и литника вот здесь я что-то у них не припомню и отливка пластика там тоже на нормальная хотя написано полиэтилен на этой ручке ручка отлита ужасно ну ладно если эта штука сможет работать то уже будет хорошо но это это в общем-то подделка но если она будет работать ничего плохого в этом нет лишь бы работала потому что ну как бы вилка намекает всем тоже царапины под наклейками под всеми вот этой оболочкой всем своим внешним видом что нет на этом велосипеде работать я не буду я буду только отдыхать на чиле просто какой кошмар ребятушки да у меня тут шумит охлаждайка хорошо тут тридцаточка была недавно жара обгорел весь ух на трубе вмятинку видно красота царапинки еще вмятинка это вот так вот она ехала народ а экономика ну в смысле экономия экономика это не за это плохая экономика на самом деле когда ты выбираешь товар ну типа понимаешь что вот нормальный товар стоит столько денег а вот вот этот товар стоит меньше дину хотя весь здесь бренд фокус написан типа подделка под более именитый бренд я на самом деле надеялся что таких великов уже не будет что есть же лента со своими паршивыми велосипедами которые они вроде народ должен был наесться той гадостью ей даже лента сейчас выпускает паршивые велосипеды чуть-чуть более приличного качества на них даже ездить теперь можно я надеялся что на фоне этого народ нахавать рубашка сильно длинная обстоит какая петля лютая нахавается народ и перестанут покупать вот этот хлам но нет же есть бизнесмены которые везут он рубашка перебита переключение уже работать не будет рубашку надо менять потому что она вот здесь вот перебита она пережимает трос и трос там не будет шевелиться ну собственно говоря он и не шевелится он лишь не возвращается не возвращается это тоже подделка это не оригинальная шамана tz эта подделка видно сразу по толщине металла по зазорам ов ладно по форме по форме этих самых совпадает но именно толщина металла и зазоры которые здесь составлены на оригинальном шамана турней такого нет и шрифт опять же шрифт отличается от оригинала он здесь выполнен не краской вот этот краской стой я буду страдать с этим не иначе трещотка здесь наверно тоже какая нибудь сильно дешевая цепь то я ничего себе если это оригинальная то это лишь и будет прикольно но протаю говорили что на ней очень много подделок немножечко очень лайне посмотрим что у нас тут не очень лайна в принципе все нормально за колесо не цепляет колеса абсолютно пустые намека на то что там есть воздух нет никакого и я надеюсь что они просто спустились от того что от того насколько дешевая используется резина ободная лента посажена криво и теперь можно править небес все просмотрел о том что было бы забавно увидеть комментарий на чё типа без камерку не не получится не ребят не получится оба не подходящий это от это чуть-чуть просто много страданий и боли поковыряемся вот в этом мусоре какая какая кака конечно же крылышки есть да у меня все сыпется он чуть они даже собраны вот за это отдельное спасибо китайцам мягкие мягкие есть маленький шанс что отломятся не сразу не при первой поездке давай смотреть дальше что у нас тут есть сидуха осы сидуха облита какой-то химией с интегрированным в сам корпус сидушки почему-то оранжевым они красным отражателем прошу отражатель от педалей то есть дополнительный отражатель световозвращатель на подседельный 4 здесь можно не ставить крепление дешевая детская подростковая то есть принципе годится так вот чуть-чуть ему сразу под корректировать угол по идее так должно быть катафоток больше богу катафоток красная тут тоже есть а нет стопы ставится она вот так чтобы она при наклоненной подседелки могла выполнять свою функцию хотя опять же велик подростковый катафотка уже есть наверное не буду ее ставить лучше бы не красную сюда сделали не буду ставить чисто с целью чтобы подседельную трубу можно было опустить как можно ниже хотя не факт что в раму она влезет бутылочка самое главное паршивого качества с дурным запахом куда самой от самой бутылки пахнет я надеялся что это снаружи запах резины пропитался от бутылки пахнет маркировки за материал нет никакой честно говоря пить из такой бутылочки я бы не советовал на может выделять какие-нибудь токсичные вещества ну и держится она в бутылка держателя примерно никак позор так ладно разбираемся дальше что у нас тут есть ну зато говорю замков две штуки положили прям чтобы если кто-то захочет угнать этот замок с помощью вот такого инструмента я показывал где-то видео как это легко делать преимущество щелка и из конец то чтобы ему пришлось сделать два раза щелк чтобы как бы медом не казалось так по деталям все-таки кое-что потерялось я надеюсь она в мешке еще лежит не хватает в общем то вот такой колобашки которая ответная часть для эксцентрикового механизма и еще одной пружинки что я лазил доставал то вот эти две детали этого мало будем посмотреть потом бардачок бардачок это классная вещь ключи чему-то он двухсторонний а это видимо на перед на верхнюю трубу ставится да на верхнюю трубу ставится да с этим инструментом вещь необходим господи с этим велосипедом вещь необходимая потому что инструменты с ним возить надо постоянно полный набор желательно второй велосипед на запчасти шутка пока что шутка педальки по ощущениям на шариках кто крутится а это нет это не крутится но тоже по ощущениям на шариках пойдет одну детальку нашел мешок все-таки решает вопрос с потерявшимися запчастями не про не просто так китайцы его используют ладно пружинку я наверное а нет стоп нашел пружинку тоже нашел нормально все четко мешок рулит все это самое на вооружение можно брать погодите а зачем я собирал эти вещи если этот эксцентрик лишний два передних эксцентрика два замочка это они насыпали чтобы компенсировать злому мастеру который будет вилку разгибать до до передних эксцентрика можно было не искать а выкинуть позор окно еще осталось посмотреть в пакетик что у нас в этом пакетике лежит два винта каких-то достаточно крупных винты все на раме есть еще запаска для выноса что ли что это за винты а это наверно подножку крепить винты да скорее всего чтобы закрепить подножку к раме чтобы тот рудимент который кроме приварен можно было отломать быстрее немножко с помощью этой подножки да не подножка вещь необходимая она классно брякает на кочках кстати у этих пружинки хорошо все с фиксацией она брякать на кочках не будет это хорошая тихая подножка все ради одной только подножки стоило приобретать этот велосипед но это не точно немножко страданий более связано вообще у него я щас говорю не конкретно об этом велосипеде об этом макете а в целом о стальных рамах с остальными же подсидельными штыря грусть в том что вот этот вот зажимчик эксцентриковый он не обеспечивает того усилия которое нужно для полноценной фиксации подсидельного штыря остальной раме то есть нужно больше усилия чем может дать этот эксцентрик и приходится из-за этого прям затягивать всю эту конструкцию до боли в пальцах еще не лезет на место но это нормальная история именно по этой причине я нанес сюда смазочку сюда тоже сейчас нанесу смазочку чтобы это все дело легче нажималось и легче зажималась и закрывалась работала и надеюсь что подсидельная труба у нас сможет зажать подсидельный штырь вот такая вот история на уметь она конечно знатная прям наверх ни трубе так некрасиво зажимаем и нифига затягиваем зажимаем и нифига ну в общем короче история это бесконечная все это естественно вот это все будет вот здесь вот царапаться все это будет некрасиво ужасно но вот такая вот расплата за низкую стоимость стальной рамы с остальным же подсидельным штырем и весит эта вся конструкция довольно много маленький кусок полиэтилена подрулевую запрессовали но типа рама была в полиэтилене чтобы не покоться при сборке и прям с полиэтиленом запрессовали да ладно полиэтилен это смазка по сути смазочный материал под сидеть по господи вы нас стоит правильно переворачивать его не нужно поэтому просто пытаемся отрегулировать рулевую колонку если это здесь вообще возможно ну типа вот у нее сектор работы упирается во что-то внутри да не вроде так крутится хорошо с вилкой конечно придется повозиться я надеюсь в процессе выгибания вилки не сломается руль или вынос нагрузку придется прикладывать знатную хотя относительно того что она шевелится руками тут и столько нагрузку надо будет прикладывать не снеси вам надо будет прикладывать думать куда это приглашать что вот это горилла так называемая да из листового металла из жестянки но чуть-чуть толще чем консервная банка она типа мягкая но ее надо как-то будет выровнять чтобы она хоть как-то что-то стояла и тормоз этот при торможении скорее всего будет скручивать всю эту конструкцию обратно ну в общем комментарий который к подобному велосипеду кто-то оставлял из подписчиков спасибо ребят за шутки я все это читаю я это ценю когда это все по-доброму и хорошему в общем такой велосипед покупают плохим детям чтобы они больше ничего не клянчили это это черный юмор но ну ладно сейчас сейчас будем смотреть 4 ньютона на метр наверное нам хватит для того чтобы не порвалась крышка но зафиксировался руль хотя опять же для фиксации руля надо конечно где-то пятерочка винты м4 есть надежда что если они сыромятин это лопнет винт в первую очередь таки крышка выноса она выглядит объективно выглядит мягко говорят такой себе по качеству металла этого литья точно такое выглядит рыхлым достаточно всегда страшно с такими работать чуть ослабить сейчас просто пытаюсь выставить зазоры одинаковые сверху снизу до снизу на ощупь как бы лучше визуально проконтролировать только у нас есть контактные данные продавца традиционным усилием здесь является 5 ньютонов на метр блин я даже четверочку сделаю в надежде что будет держать и сейчас я вот буду затягивать динамометрическим ключом вот эти 5 ньютонов на метр если крышка лопнет то как бы извините дело не в моей неточной руке не точно тарированной зазорчиком еще раз проверить я очень надеюсь что четверку эта штука выдержит потому что выглядит очень хлипко ну сама структура сплава выглядит рыхлой можно конечно надеяться что эта покраска такая уродливая но лучше не рисковать с уж четверка есть довольно уверенная что делаем 5 если 5 выдерживает то типа страшно не хочу хуху плывет прям опять есть 5 есть все норма счет личный вырос точку ну на самом деле на усилие в допустим 8 ньютонов на метр резьба срываться начинает даже в дорогих выносах но я боялся здесь что лопнет крышка как у формата 3 форварда и до дна бока что мы видим здесь здесь мы видим во первых то что колесо не крутится совершенно тормоза мы не дает но колесо мы будем снимать регулировать это не страшно видим кареточку на промышленных подшипниках это радует кстати крутится она крутится он довольно неплохо прям радостно это тоже радостный момент плюсик подножки видим шатуны пластиковые но они не цели не целиком из пластика внутри идет тоненький стальной шатун и его обливают пластиком чисто для косметики чтобы казалось что это какой-то неплохой массивный шатун на самом деле внутри внутри там тонкая железка и все это очень гнется и ломается очень легко здесь мы видим куски пружины торчат дренажные отверстия вилки чтобы она не при попадании влаги которая там через эти резинки очень легко попадает чтобы она не сразу сгнила видим кучу пор от сварочного аппарата но это не страшно потому что вилка сама по себе ну мягко говоря барахло и соответственно я тут организовал лежачок из упаковочного же материала от этой вилки и сейчас будем слабо затянул надо вынос посильнее затянуть все вишь проворачивается начинаем сразу с пяти тут шестигранники покрупнее по идее пятерочку должно держать пятерочка есть ну типа я трутишь его затягивал до нижней есть верхней нет а верхней докручен еще вообще все он типа типа сам не вкупу в корпус там не вкрутился блин но 5 мало 6 не сами винты зажжи шляпки винтов в корпусе выноса застревают из-за этого не крутится в верхней по крайней мере нижней нормально а вот верхней он прям ну видно что он тут еще не до конца в корпус провалился ладно больше 6 боюсь испортится так ну что опять фокусы показываем вот так вот правка геометрии пацаны вы давно хотели посмотреть как правка геометрии делается вот вам правка геометрии не на самом деле с серьезными вилками все это выглядит точнее технология идентичная но голыми руками там тяжелее немного работать ну и в общем то не столь вопиющие повреждения так у нас что получилось здесь у нас а здесь такая же то есть это не дефект это это не это не бак это фича смотри она жижа просто до фольга жесть и они кстати смотри они сейчас дропаут и получается вот так вот стоят ладно сейчас чуть-чуть еще по глаз поиграю просто чем больше времени внимание я делю им сейчас тем легче в теории мне должна быть настройка тормоза сильно возиться то с ним не очень хочется но из-за того что вот видишь просто двумя пальчиками шевель на камеру то наверно не видно чтобы за два двумя пальчиками просто берешь ее и она вся шевелится то есть из-за этого тормоз сделать чтобы он не тер и при этом тормозил будет нереально с крепкое торможение всю вилку перекашивает тормозной диск загибает и он тут еще кстати заметь метод крепления здесь резьба то есть на эту втулку прикручивается переходник с тормозным диском и он постоянно всегда туда затягивается и все настройки сделаны они все уплывая втулку вообще не просто намертво зажата что она как-то по ширине по моему узковата нет не нормально выглядит как будто это не 100 а какие-то 90 миллиметров ширины ладно сейчас подрегулируем втулочки блин бесячая проводка для рубашки и типа она здесь вот короче она там будет болтаться нехорошо лучше бы они на передок сюда вот выводили по внутренней стороне и вот здесь хомутиком крепили она бы ничего не затирало и органично бы смотрелось чё такой умный да взял бы да сделал сейчас возьму и сделаю колпачки здесь на наконечники тросов и не держится это самые тоненькие самые дешевые наконечники они реально отвратительного качества как-то на оптовке покупал себе посмотрел что он недорого колпачки для тормозов для тросиков думаю мне надо заказал себе а там пришли вот такие у меня так баночкой стоит это без дела потому что мы они абсолютно не применимы они слетают очень легко там буквально от дуновение ветра то есть не держится они практически так а ручки то у нас правильно стоят неправильно у нас вот это у нас задний тормоз ой задний переключатель да это задний переключатель должен быть задний тормоз а у них это сделан передний то есть это британско-китайская система но поменять это в принципе все не особо сложно выставляем вынимаем вынимаем опять вот это точно не шамановская штука ну типа да о том что монетки здесь не оригинал мы уже разобрались и кстати заметь теперь перегиб будет меньше у них вообще в целом опять же рубашки положено так чтобы было больше перегибов это неправильно потому что истирается рама рубашкой когда пыль попадает на пластику то начинает затирать там перегибов для любого троса для любой рубашки неважно автомобиль это велосипед мотоцикл чем меньше перегибов тем легче скользит тросик и соответственно при попадании влаги и грязи он меньше заедает он смотри какой как зазор сходится то есть здесь тросик уже не вне просунул сме уже не продеть его будет лишь не лезет он волшебный инструмент я думал что он потребуется чуть раньше хотя вообще активное действие еще не началось по переборке это велосипеда макет по сути не велосипед здесь разжимаешь и тут тоже где резьба расплывается все как бы нам это дело пропихнуть то пропихнуть не впихуем а уже пролезла разжалось легко и точно также совмещаем пазы вкручиваем до упора потому что надежды на эту резьбу вообще никакой нет пусть это до упора будет вкрученный пусть там она держится а здесь у нас ляжет все это вот таким вот образом здесь вот хомутиком возьмется и будет все это аккуратненько висеть и работать так тросик выскочил да понятно нормально как г качество там пацаны по профессиональному стапелю для сборки то по-моему такой хлам надо только вот так вот в тапках и в этих в шортах собирать ну потому что иначе типа атмосферу не передает мне атмосфера здесь на самом деле сейчас прям непередаваемая такой духан стоит что глазки режет хорошо там вентилятор с балкона гонит прохладный воздух и дышать есть чем это жесть просто чё за колодки колодки какие-то нестандартные то есть от шамана первые попавшиеся не подойдут там даже китов выпендришь и если не знаю выступы дополнительный корот колодки короче вообще фиг такие подберешь ну то есть тормоза одноразовые ну да он весь вообще вся сам весь целиком он одноразовый то есть собрал как бы продал и все больше на этом срок как бы службы оба далеких я уточню что я не занимаюсь продажей велосипедов в принципе я вот как сама занятая личность осуществляю сборку того что люди приобрели для себя то есть я их не покупаю практически все что у меня здесь собирается это все чьё-то подавляющим большинстве случаев выбор делать я совершенно не помогаю никому поточить что-нибудь могу токарочку какую-то почему не помогает да просто потому что я не слежу за рынком и у меня нет возможности такой сделать осознанный по осознанную какую-то подсказку где дешевле где тут это все бесполезно абсолютно спрашивать то что не слежу я не знаю кто как как в каком сезоне косячит эта информация в это вот если хотите эту информацию то это приходите в магазин где ребята давно работают и желательно чтобы ребята с опытом были и вот они собирают велики они вам расскажут про те велики которые у них в зале стоят чё получше чё похуже где какие косяки где какие брак какой брак там идет и вот это вот все то надо дунуть момент истины бахнет не бахнет бахнул компрессор завелся покрышка вроде ровно встает я чё-то боюсь больше двух с половиной сюда качать а максимально допустимое давление у него 50 песай угу до трех с половиной держит сомнительно ну ладно дуем дальше больше 3 атмосфер то ребенку я думаю точно не надо тем более на таком грубом протекторе который еще и клик криво отлит и его боже еще и вонь вонь то что воняет это и это вам я завидую потому что у вас она там не пахнет то есть все что я сейчас сделал так это подготовка к регулировочке втулок и и мы видели уже тысячи раз 1000 конечно загнул у меня столько видеороликов не было осуществляется она традиционно ключами российского производства от оксайской мастерской очень хорошие ключики живучие то есть он уже пару лет не только всего немножечко ну достаточно мало еще вмятин сколов хотя скажем так не особо берегу этот инструмент то что с конусным ключом я уже смирился что это расходник поэтому он у меня работает и в хост и в гриву по полной программе оксайские ключи про меня еще брдш на и есть оксайские удобнее в том плане что у них рычаг длиннее это намного комфортнее в работе люфтит собираем имитатора вилки точнее ее присутствие просто когда эксцентрик за тут все такая жижа что когда эксцентрик в принципе даже на хороших втулках когда эксцентрик закроешь скажем подшипники поджимаются сильнее ну вот чуть-чуть прикрыл эксцентрик не люфтит но все еще крутится оставляем так чтобы она работала а чашки вот здесь вот жижа не будут пережаты то вот такая история ну просто его разорвала раз раскатала убила такая история наступает намного быстрее чем когда . отрегулирована наступает она неизбежно в подобных втулках вообще этой вот этой жести жести ну не в том плане что жизнь какая а именно жестянка мягкий тонкий металл с которого все это сделано так закрепили чтобы не терялась тормозной диск же надо еще установить то о чем я рассказывал резьба и она выполнена на алюминии по алюминию до такого посредственного качества и здесь резьба тоже такая весьма такая себе эти тормоза нельзя зажима зажива ручку велик назад катить потому что тормозной диск просто открутится но это не главная беда главная беда что это конструкция она постоянно сбивается ты вилка кривая она будет сбиваться то есть ну через тетить и за и чиркать этот ротор будет постоянно еще мне не попасть в резьбу или я попадаю в нее но тормозной диск не накручивается попал жуткая конструкция и причем я видел это даже на старках на новых такие конструкции то есть это самая худшая конструкция вот именно втулок под дисковый тормоз ее ставят и народ это покупает вот мы видим что вот этот как макет куплен чушь говорить там за какие-нибудь старки которые тоже будут покупаться типа народ голосует рублем за то что ему хочется видеть люди по отчетам продавцов видеть народу хочется плевать на качество здесь и сейчас народ хочет внутри копейки дешевле чем в соседнем магазине а то что магазин потом с гарантией замучается узнает лишь опытный продавец который уже знает что паршивый товар продавать себе дороже ибо с гарантией замучают когда ты дистанционно его продаешь и шансов на то что кто-то оформить тебе возврат который встанет на балансе таким крабом что сожрет выгоду от еще четырех таких проданных велосипедов и в итоге там продаж допустим 40 велосипедов до за какой-то период а по гарантии вернется 10 это и того выручка ноль расходы на транспортировочку и вот эта суета со всеми договариваться решать есть да ладно когда ты там производители у тебя типа наценочка в общей сложности получается больше ста процентов это я там типа могу понять такую экономику не могу понять такого отношения к людям но могу понять такую экономику а когда тебя там наценка 50 то как бы тут и экономика становится сомнительной не говоря уже про наценку так сказать так называемую нормативную ну мне короче в институте когда-то ляпнули что вот типа если у вас наценка на товар меньше 20 процентов то с российским налогообложением вы не выживите как торговая точка ну короче при 20 процентах тут как бы вообще прям очень сомнительный бизнес продавать барахло так снимаем все это дело долой ну вот эта конструкция жижа тоже то что видно она уже кривая она уже согнута и вряд ли она будет защищать переключатель там от каких-то повреждений сейчас кинем накладочки ту жишу подровняю в тисочек хотя мне кажется что при должном желании я бы и без тисочков подровнял не что-то какой-то намек на жесткость там есть значит от прыжков по коробке на переключатель все-таки немножечко спасала так ладно это еще одна деталь которая имеет право на жизнь в этом велосипеда она жесткая типа норм пойдет это можно использовать хорошо что сзади не эксцентрика именно тулка на гайках хотя нет петушок это крепление кронштейн на который крепится переключатель обзывает петухом он все равно согнулся ну и то что я говорил там перебиты рубашка переключатель даже не вернут на малую звезду мы обычно стараюсь включить маленькие звездочки и спереди и сзади для того чтобы комфортнее было снимать колесо своего посадочного тоже вось не крутится если вот просто как нам говорят что там сборка пять минут руль накинул что там собирать педали прикрутил если так и оставить то буквально там некоторое время активного катания и чашка вот в такую труху превращается со стороны именно трещотки она обычно очень быстро убивается нифига учитывая опыт передней втулки что было не законтрогая на ни один из конусов не был законтрогая тут надо снимать 3 3 четко тоже не затянуто соответственно лучше будет ее затянуть чтобы настройка не сбилась сразу же после первого разгона ну мы когда разгоняемся трещотка сама затягивается то есть трещотку можно от руки прикрутить и она затянется на место как следует теперь мы контрогаем эту сторону законтрим опять же оксайским ключиком ребята честно скажу такую труху допустим на нормальных интернет магазинов на один из которых я оставлю ссылку в описании там же будет промо код на скидочку на велосипеды в том числе мы на запчасти и все такое на нормальных магазинах шанс купить вот прям такую труху он намного ниже безусловно низкого качества велики есть и от брендов но там есть хотя бы гарантия а что с гарантией на всяких соседних гаражах нет здесь все очень хорошо было законтрогая на это вопрос такой сегодня продавец есть завтра он понял что бизнес его что-то такой себе из-за объема брака завтра этого продавца нет он уже занимается продажей мороженого условно ну это просто я не то чтобы осуждаю до таких продавцов которые не разобравшись теме это предприниматели обычно молодые либо не неопытные в теме и они ну смотрят ну типа вот же решение на поверхности типа нужны дешевые велики вот они в китае я сейчас привезу я сейчас буду продавать и все будет у меня хорошо они просто не в теме они со свое незнание они транслируют его как как хороший продукт то есть как будто вот они действительно хороший продукт везут китайцы сказали что они хорошие и они говорят что кто же хороший не факт что они знают что продают хлам и они могут свято верить в том что они продают не довольно неплохие велосипеды которые не хуже там типа каких-то брендов выход на стоит втрое дешевле потому что там дисковые тормоза и тут дисковые тормоза тут 20 передач это а у того дорогого всего 10 или 11 или 12 каких-то жалких а тут целых 21 то есть по количеству передач китайский велик получается еще и круче и вот размышляя такими категориями он будет верить в то что он говорит то что он действительно говорит для себя правду но а просто человек не катался в тех объемах которые обычно выдерживает более-менее велосипед он не знает ну не знает чем плох тот товар который он продает и он с чистой совестью продает барахло уже когда человек знает что за барахло он продает и продолжает его проталкивать и там кидать народ с гарантией уже сознательно осознанно да все равно же купят все равно же ну как бы лох не мамонт лох не вымрет исходя от такая позиция конечно да это отвратительно но но ничего поделать с ней пока не станут за нее сажать не получится это такая бизнес есть бизнес как говорится моя сторона нашего общества где честных людей обычно нечестные люди стремятся как-нибудь обхитрить обдурить у них смысл жизни такой национальный так сказать интерес есть даже у отдельных наций типа ну чем чем ты хитрее обхитрил тем ты круче мне такой как бы мне лично это не по душе ну как бы начиная себя как гейтса вот извините за это отклонение от такой замечательной ршачной железяки даже прикольная смотреть как кто-то страдает это же приятно ну не знаю даже может неприятно это интересно как минимум ладно закручиваю все на место сейчас на тормозной диск еще сильнее согнется надо будет возиться задним переклюком я думаю это будет отдельный сорт ада персонального потому что обычно подделки не хотят настраиваться а тут еще и не оригинальная трещотка цепь тая ну по идее должна быть ничего такая кстати здесь есть даже фасочки а только на внешних она внутренних тоже через одно есть фасочки где-то они есть где-то их нет то есть это тоже не оригинальная цепь тоже подделка и она скорее всего не захочет работать так как могло бы все будь она качественно сделана то есть дело даже здесь не в том что это металл который быстро вытянется и что цепь быстро придет негодность дело в том как отштампованные вот эти щечки что они криво отштампованы просто и не будут работать так как работает цепь за счет тех фасочек которые там есть ну допустим на звездочках здесь нет таких зубов даже на звездочках нормальных есть зубья высокие низкие и такой средней высоты то есть разные высоты зубья используются здесь зубья все одной высоты и некоторые люди в купив там хороший велосипед в панике а у меня продали бракованный велик там сломанные зубья на этой звезде и там на задних звездах все там типа плохой магазин плохие велосипеды и вот эту тему очень хорошо разгоняешь типа вот задорого купили плохой успех а зубья делаются специально разные высоты для того чтобы легче и четче переходила цепь с одной звезды на соседнюю при переключении здесь она вообще этого делать не хочет короче передний переключатель тоже будет настройка страдания так что не помажешь не поедешь на самом деле если не помазать резьбу при установке педали на свое место они могут прикипеть их потом поменять не будет возможности хотя да я согласен я говорил что это одноразовые велосипед и возможно педали прослужит дольше чем остальные узлы этого велосипеда но тем не менее надо делать хорошо потому что плохо получится само и так три дня не хотел подходить к этому велосипеду потому что я сейчас перекинул весь материал флешки она у меня забилась мне жесткий диск наконец-то принесли у меня на компе маленький ссдшник чтобы быстрее все запускалась жесткий диск был отдан мне короче некуда материал было записывать который мне лень не доходят руки просто смонтировать короче там 11 папок сейчас 11 видеороликов господа я прошлый позапрошлый год все что типа сразу что сплечь то в печь не ушло допустим снял и быстренько собрал в кучку и закинул на youtube в этом году я так не делал потому что один раз закинул скажем так материал который надо было немножко перебрать вырезав оттуда нецензурные выражения ну все таки я стараюсь чтобы да я ругаюсь матом ребят да я ругаюсь и но я стараюсь чтобы на канале это не не пролезало потому что ну канал это место куда вы приходите отдохнуть там с какой-то целью там что что-то услышать где-то над чем-то поржать но в рамках каких-то норм да и у меня выскочила такое на канал и я думаю блин вот это позор то есть нельзя видео не просматривая а на то чтобы его сесть просмотреть банально нет времени в итоге у меня короче один из папок а я раньше все что типа не ушло сразу на youtube я раньше удалял а сейчас что-то вот мы берегу 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 не знаю надеюсь руки дойдут это все смонтировать и выложить поэтому пока что буду радовать вас исключительно но вот это видео стараюсь сделать там такое чтобы не пришлось монтировать и да номер телефона тоже туда попадет этот на бумажке но постараюсь его выложить и в основном к сожалению сейчас будут там какие-то короткие маленькие ролики которые я вот могу типа записал не получилось перезаписал получилось выложил и это будут обзоры китайского барахлишка которые мне прислали с алика барышня которая мне присылала ранее не открыла с мужем магазин и у них есть интересные позиции я там некоторые из них там ну сказал что давайте вот это вот это вот вот это на обзорчик ну и соответственно ссылки на их магазин я буду прикреплять потому что ну люди стараются люди не жалеют для нас так сказать своих средств для того чтобы мы там полюбовались на какие-то продукты либо наоборот поржали с них вот то есть поэтому раз раз люди хотят развиваться я тоже за то чтобы люди развивались не боятся да что там что-то где-то какие-то недостатки будут они с ними готовы бороться мириться с какими-то с какими-то бороться так что я за то чтобы люди которые хотят развиваться имели такую возможность ну вот внешне так посмотреть чем тебе не оригинальный немецкий фокус ну крутяк же смотрится вообще обалденно если ты вообще ничего не шаришь то выглядит это типуха нормально типа вот даже шимана написано же до шимана жена шимана да написано шимана не как у этих мерзких честных продавцов где на копии написано что это шиминка или чего-нибудь еще ну чтоб точно было понятно что это копия сколько тормоза у нас дисковые перезажать колесо по классической схеме необходимо я лег грудью на сидушку то есть всей своей основной частью своей массы прижимаю ось в дропаут и затягиваю ее чтобы стояла максимально плотненько и максимально по месту ту же самую историю надо сделать с передним колесом то есть открыл эксцентрик придавил на вынос вертикально выставив велосипед и закрыл эксцентрик чтобы тоже максимально плотненько и жестко на своем месте оказалось ты все лишь с одной стороны крутится норм с другой заедает это все кривизна комплектующих с ней тут особо ничего не выиграешь тормоз надеюсь сейчас получится настроить но гарантии я на на настройку этого тормоза из-за особенностей вилки как это ни странно да я обычно на все свои работы гарантию даю но конкретно по этой вилке по этому тормозу я гарантию никакой не дам потому что она будет скорее всего работать просто до первого экстренного торможения дальше она все согнется и это скажем момент который не зависит от меня и качество моей работы это момент который напрямую связан с качеством вилки так что сэкономил копеечку там да на сборку они там потратят чуть больше чем у меня в этом сезоне там сборки с коробки стоит 1000 рублей где-нибудь я наверняка уверен кто-нибудь возьмется и за 500 рублей его собрать а может быть и за 300 то есть на потоке до в магазинах где это собирается там я так опрашивал ребят как под каким-то из видео спрашивал кого там сколько стоит то есть есть места где до сих пор там по 100 рублей могут платить за сборку ну то есть приходишь на день до собираешь там 30 штук велосипедов быстрее 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 и выносишь за день там 3000 рублей если ты студент школьник да милое дело в принципе по соточке но качество тут как бы понятное дело никакого не будет все остальное качество будет уже там решаться на уровне пришли клиенты недовольные качеством пришли ругаться вышел там менеджер директор поругался чем там их прогнал обозвал нехорошими словами объяснил что они дегенераты и сами все сломали и все и на этом разошлись то есть все счастливы люди счастливы что они поимели возможность подешевле купить поимели возможность немножко повздорить некоторые люди просто тащатся с этого процесса и как бы директор счастлив что у него там бабосики есть он там не заплатил лишние копейки сборщику он поднял баблишка и сейчас по гарантии ничего решать не стал все как бы все всем 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 все хорошо вот один ребенок только будет страдать из-за того что ему как бы не на чем кататься нормально что его и товарища там велосипед нормальный он едет и тормозит когда надо тормозить но у этого парнишки ну чё вот не повезло немножко с избирательностью так сказать не заставить работать этот хламомакет можно но это повторюсь до 1 какой-то более-менее серьезной нагрузки это из велосипед будет из разряда ну папка если умеет чинить настраивать это вот один раз покатался все давай настраивать и не еще раз покатался всего давай настраивать и не так постоянно но зато вы как был можно опытми веломеханика поиметь такой не кислый у меня как раз моя история как веломеханика с подобного велика и началась я час катался едва его ремонтили без шуток вот был период когда я купил там китайский подвес я думал все это вершины вершины скажем так инженерной мысли и зачем покупать более дорогие я тоже думал что я поимел систему и как бы тут типа быстренько бушный срок купил там пару деталек заменю там сломанных и все у меня будет крутяк я короче месяц по моему так его терпел то есть сейчас реально выезжал на часик прокатиться и потом пару часов вечерком после института все это было ковырялся с ним в попытках его отремонтировать но в итоге за месяц имеет я там поменял почти все комплектующие там согнулась у меня была согнута даже даже вал каретки насыпной был согнут короче в баху я в него вторую стоимость этого поделия да тут я за бабушку его тогда эти цены то были смешные ну как смешные были деньги три тысячи рублей были деньги причем нормальный наверно как как нынче наверно тысяч 15 наверное или сколько там ну не суть важно короче был ашан куплены я в бахал в него еще трех усы за три с половиной тысячи и треху сверху в него еще в бахал и когда я осознал все вот это насколько капучу за что собственно говоря бренды по все просят деньги на своей шкуре осознал вот тогда я были срочном порядке через авито тот велосипед за те же там три или четыре тысячи я его продал я был счастлив что от него наконец-то избавился добавил еще денег ну короче тупо тупо всрал деньги добавил еще денег купил недорогой country никто он был попроще без задней подвески ну тоже с переключателями все тормоза были не дисковые ободные или погоди на том тоже были ободные в общем попроще там велик был внешне сильно попроще и колеса такие знаешь не злые папа уже резина господи как же он воняет ну и типа вот на нем я катался уже довольно долго и счастливо и до сих пор тот велик который у меня был куплен уже вторым так сказать горным он до сих пор у кого-то из наших знакомых эксплуатируется он очень долго скажем так переходил из рук в руки в моей семье но до сих пор он эксплуатируется кем-то из знакомых что дорогуша работать ты конечно же не хочешь ничего другого мы не ожидали от тебя есть вот детали друг об дружку притирают то есть вот это та часть перлограмма притирает вот этот кронштейн все он будет еще и здесь заедать не знаю что с этим делать никак это не отрихтуешь и не выгнешь ну и люфт дичайший наша подделка кстати обращу внимание на то какие здесь тормоза использования дудер вот это шайбочки конические точнее скажем так сферические вернее их правильнее будет назвать они позволяют еще и наклонять вот этот тормозной калипер или калипер вот таким вот образом это полезно потому что вот это вот она очень мягкая обычно не говорю что конкретно эта рама очень мягкая но обычно достаточно мягкая железяка используется и при крепких торможениях либо легких ударах она загибается в ту сторону и в этих случаях выручает вот эти сферические шайбочки что есть возможность хоть сам кронштейн уже согнулся в сторону диска ты можешь калипер отогнуть и выставить просто там на глаз зазор равный с двух сторон от между колодками и тормозным диском то что по коробке прыгали мы уже видели зацени какой тормозной диск даже калипер шевелится насколько сильно я офигею его выравнивать это пипец просто жесть просто на нем попрыгали на этом велосипеде вот если бы мам по вот он прямо вот здесь вот видно насколько он насколько он согнут видишь такое все подножка была установлена она тоже была согнута и уперлась в тормозной диск но банаха чуть-чуть защитил эту коробку что коробки ехали плашмя то есть если на коробках российского производства там четко указано но и на многих других европейских коробках четко указано что вверх вот тут и перевозить строго вертикально и этажность прописано сколько можно коробок одна на другую поставить то у этих коробок судя по тому в каком виде она приехала вещь таких на пакете вообще ничего не написано что вот это вверх что вести только вертикально грузить только вертикально то его плашмя положили сверху накидали еще машину какого-то товара и вот она поехала все труха сиди ровнее теперь идеала то точно уже не получится с него это нереально такое выровнять даже если он сейчас типа отравняется то одно два торможения когда диск нагреется есть такое понятие как память память металла и типа он снова будет снова станет кривой в этот капец тут жесть просто диск по-хорошему надо уже менять на новый такое не выравнивается даже если она выравнивается он сгибается обратно само от со временем внутренние напряжения остаются все равно как ни крути печаль нравится вам смотреть как туда страдает вот любуйтесь так ну спасло то что эти диски сделаны из чего-то мягкого и возможно теплого и это далеко не грудь любимой женщины судя по запаху распространяющемуся здесь в комнате выровнять его получилось но тормозить она не хочет при полном прожатии ручки колесо время даже когда ручку на рулетом нажимаешь колесо продолжает крутиться то есть тормоза вата мыло я не знаю как их обозвать культурно но они не работают как тормоза они только выглядят как дисковые тормоза опять же за что почина то и получено ну что по-настоящему качественное будет здесь так это наконечники на тросик и возможно винты но это но это уже не точно такое конечно качество печально плакать хочется не смеяться никаких усилий да ладно чё я зверь что ли дам я на него гарантию но как учил меня мой так сказать напарник долгие годы был период в студенческие студенчество был там возможности меня подрабатывать в сушене рубашка перебита но трос не скользит по-прежнему то есть повезло и вам нужно будет просто чуть-чуть прожамкать и все он будет в общем пожилой такой уже дядечка в годах и я занимался ремонтом сборкой великов а он занимался ремонтом сборкой китайских этих скутеров и качество скутеров если качество великов там yahoo там попадались и даже автор какое-то время продавались старки то есть качество какое-то время там было было и соответственно как бы страдал больше он и он говорил такую фразу всегда ребята техника китайская ненадежная но гарантию я вам даю правда только до ворот мастерской так что я поступлю здесь точно также проверяю наконечники нормально ли от торцов на рубашке потому что страдать мне с тем переключателем очень долго будет вдоль и поперек соответственно чтобы уменьшить это страдание я сейчас перепроверю все вот эти вот косяки которые могут быть вот здесь вот торцовка вроде есть но видишь уже вылезли стержни стальные их надо ровненько сделать чтобы пластиком закрыто было одно понимая в каком состоянии ехал велосипед надо пройтись проверить трос убрать вот эти все перегибы резкие и поскольку трос здесь оцинковка имеет смысл пролить его маслом потому что да к маслу прилипает пыль до тросики маслом не смазывают да все правильно но это оцинковка и она от влаги мгновенно просто покрывается белым налетом по которому скольжение вообще никакое и трансмиссия перестает работать намного раньше чем сюда успеет набиться хоть какая-либо пыль поэтому оцинкованные тросики смазывать маслом хорошая идея а нержавеющие тросики смазывать маслом идея так себе кроме случаев когда ему все равно уже капец и хоть что-то надо как-то спасти ситуацию на полдня маслечко применяю то же самое вы любое моторное в принципе подходит для этой задачи вот он торцованный краешек единственный который торцевал здесь торцы рубашки смазываю априори неважно оцинковка это не оцинковка трос торцы я смазываю для того чтобы они просто меньше ржавели а вот тут уже можно прям сделать инъекцию масла и сквозь это масло протащить весь трос таким образом получается рубашка оля и цель ну слик люб с смазкой непосредственно в самой рубашки да такие рубашки выпускаются в которых уже завода нанесена какая-либо смазочная субстанция все хочется рубашку запустить вот на эту сторону чтобы было меньше перегибов но видишь что трубашка переключения выходит на ту сторону и как бы все это не очень хорошо будет работать наверное учитывая какие здесь огромные петли оставлены наверное ничего страшного не будет я все-таки сделают так как так как это должно работать то есть рубашку от левой стороны то есть отсюда рубашка идет она заходит от правой стороны заходит слева от рамы то есть переложу короче рубашки так как по личному опыту имею уверенность в том что она будет лучше работать но заодно наверное и рубашку переднего переключателя тросик имеется ввиду тоже можно смазать он уже не так чувствителен к состоянию вот этих вот торцов очек о какой штуку нашел жесткий перегиб он будет тормозить и будет мешать ну да и торцовка здесь тоже нужно в этом месте думали я только те самые штоки торцую не самые бабки в мастерской тот как раз таки ашану в данном случае только хлопоты и вам поржать потому что ну цена за сборку собственно говоря обозначена уже и она тип сильно не меняется ну там только в крайне выпивающих случаях там какой-то подвес этом переделывал подвеску всю там с тетенькой я заранее проговорил что вы купили совсем все плохое все то что вы купили она совсем очень плохое и скорее всего чтобы она хоть как-то ездила придется там дополнительно в него вложиться он тут уже кстати сидеть белеть начала вот эта конструкция из троса оцинкованного длина рубашек здесь тоже требует корректировки ну чем меньше изгибов перегибов вот этих всех тем легче скользит трос и соответственно точнее работает трансмиссия конечно шутки про точность это совсем не про эту трансмиссию но в моих мечтах хотя бы чтобы она как бы как говорится до забора переключалась до ворот отработала ну я утрирую конечно надеюсь что но хоть как-то вообще работать сможет и ребенок которому предназначается этот велик хоть немножко провел приятное время да ну многие родители берут максимально дешевые из соображений что он все равно типа кататься не будете рим и серьезно заниматься не будет но ребят мы не будет он заниматься серьезно вы хорошую вещь в принципе также и продадите как купили а хлам ну хлам он будет выкинут с другой стороны да меньше хлопот со всей этой историей ну не знаю короче каждый сам делает свой выбор но хорошей вещью согласитесь пользоваться намного приятнее и пользоваться хочется в отличие от вещей которых качество посредственное кстати да если кто смотрит канал давно когда-то показывал и рассказывал про бокореза для рубашек что не могу нащупать их не короче уже куда-то убежали я даже и забыл про них полностью в общем там они много удобных всяких мульчек только ими пользовался в итоге приловчился к ниппексом что и держать их не вот здесь а вот здесь в принципе силы в руке хватает перерубить то есть ручки могли бы быть у них конечно пока покороче из изгибом вот в этом месте тогда бы было действительно крутая бесценная вещица но привод приловчился общем к ниппексом привык и пользуюсь теперь ими потому что все таки скажем хлопот по уходу за режущими кромками у книпекс поменьше чем у китайских как бы как это было ничего себе фото этого рода в китае сделали так себе качество не на самом деле китайцы тоже хорошие вещи умеют делать ими мы ими мы же ими пользуемся особенно если есть хороший контроль качества то есть вот опять же все зависит от заказчика того контроля качества который предъявит заказчик сами по себе шамановский вот эти tx и tz они не такие уж и дорогие и ну там потому что конструкция предельно простая она вот точно такая же точнее ну вот эта копия конструкция очень простая и повторить ее несложно но надо же на чем-то экономить сочи соответственно на чем можно сэкономить на термообработке металла вот здесь мягкий жидкий как не жидкий мягкий очень и в итоге форму он не держит то есть любое любая нагрузка я сейчас говорил что здесь затирает я слегка руками потянул все зазор появился он очень мягкий взял там с алика подделку показывал на оливию здесь та же самая история он он очень мягкий он пальцами гнется просто очень низкого качества получается конструкция в том плане что она нет держит свою форму есть все то же самое сделай из нормального металла да то есть который пройдет термообработку после штамповки вот этой цена уже достигнет уровня будет дороже чем шимана реально получится дороже чем у шимана в оригинале потому что у них это много лет делается и на потоке и все экономического смысла делать подделку нет но хочет человек хочет покупатель хочет видеть шимана да и продавец соответственно ну как бы под стать покупателю делает шимана серьезные конторы которые делают переключатели под своими брендами они не готовы лепить то же качество за меньшие деньги и вот получается то что получается лучше бы здесь стояла надпись я не знаю что здесь могло быть шунфен какой-то лима кроши вон смотри а я же сказал что он согнутый да не петух то ровный переклюк сам кривой смотри как он спится то есть вот ты бы собрал его из коробки получается сел бы первый первый заезд на нем и все просто первый заезд ну просто накинул рульных прикрутил педали что там собирать до 1 заезд и у тебя вырывает вот этот поделие именуемое переключателем смотри как она гнется ты видишь это нормально это нормальное качество его один раз припаркуй куда-нибудь да вот блин фольга просто фольга верифа фольга от шоколадки аленка фабрики крупской вкусные шоколадки кстати тут жестче чем вот это это капец да она работает но сколько она смотрит нифига она не работает заскочил от парит вот собственно говоря для чего вот эта пластиковая фигня и нужна на случай когда цепь заскакивает ну переключатель еще не настроены цепь либо лучше подсогнется цепь заскакивает туда в спице чтобы легче было вытаскивать цепь но современными трещотками от шамана это не работает на что там конструкция трещотки такая что цепь в любом случае зашкворивает намертво факту какой-нибудь шумфенка или я не знаю как они там обзывается но он бы работал бы лучше он просто сделан был бы качественнее ну нет же нет же вы как покупатели увидите там надпись шумфенк а это плохо или там лтв у это но это говно наверное и все и покупать мы такое не будем нам надо говно с надписью шимана хоть она и хуже говно конечно но она же шимана написано а вдруг мы обхитрим систему и там просто жадные барыги наценивают на эти брендовые велосипеды кучу бабла а мы вот сейчас купим за дешево крутую штуку да наличие вот этой рамки жесткой для данной конструкции просто жизненно необходимо без нее прям очень плохо будет любое дыновение любая парковка велосипеда это сразу согнутая рамка и сразу отсутствие какой-либо точности переключения так что здесь эта рамка очень нужна один из тех редких случаев когда ее наличие просто прям вот очень надо опять не работает да ну че следу ожидать и вот тогда ничего на 5 затирает тоже даже краску содрала опять затирает вот что с ним делать с этим куском мягкого и теплого пахучего ароматного шимана а ведь был славный период когда подделки эти перестали возить ну типа велик свайлбриса получается это marketplace то есть по большому счету большой рынок да и если скове местные барыги уже наелись качеством вот этого вот и те барыги которые здесь продавали типа типа велосипед с оптового склада и все такое тоже наелись качеством того оптового которые они сюда привозили то на marketplace молодых бизнесменов до которые думают там по легкому быстренько бабла поднять их много будет и они будут появляться свежие потому что то в сети marketplace они предпривлекают к себе вот этих работяг трудяк которые там думаю час я там в кину там лямчик и за сезон спокойно сделаю 5 они как бы врываются в тему без опыта и как бы ну в общем теряет там свои деньги теряют время люди теряют нервы на заказе и на эксплуатации вот подобных изделий посмотрели заработала все но недолго потому что переключение в одну сторону состоялось и все она перестала работать но это короче не это бумажный переключатель нет смысла его настраивать вообще никакого он слишком жидкий даже бы ушный переклюк сюда поставить какой-нибудь усосанный он все равно будет лучше работать и дольше сохранять настройку которую ему создашь здесь я полагаю да здесь та же самая история вот одним пальчиком сгибается все в любую сторону видишь оригинальный переключатель так себя не ведет в оригинальных там жесткость есть хоть какая-то у металла здесь ее нет это бумага понятное дело что сейчас основная повестка дня совсем не про то что проповедует и показывает мой канал и на этом фоне конечно жаль что меньше людей увидит то что покупать не стоит то на что не стоит тратить свои деньги чтобы не тратить последствия свои нервы позвонил владельцу чем оказывается там подарили кто-то им подарок сделал такой в общем желаю вам получать в своей жизни только хорошие подарки действительно приятные или полезные и поменьше всяких таких разочарований не только в подарках пока